Преображение В этой программе мы попытаемся ответить на эти и некоторые другие важные вопросы. Мы посетим несколько городов, улицы и учреждения которых были потрясены силой Святого Духа по воле Господней. Наше исследование вскроет причины и следствия этого действительно поразительного феномена. В это путешествие нас поведет известный статистический исследователь Джордж Отис-младший, человек, который посвятил годы труда пристальному изучению признаков грядущего общественного преобразования. Общественное преображение стало камнем преткновения для многих христиан. Откуда такое отношение? Мои наблюдения показали, что оно приходит из-за ограниченности нашего жизненного опыта. Спросите любого верующего, пережил ли он духовное рождение. Большинство ответит утвердительно. Спросите, верят ли они в возможность активного роста церквей, и они сами приведут вам конкретные примеры. Но почти никто, по крайней мере на Западе, не встречался с явлением радикального преобразования общества. В результате мы отвыклись считать это возможным. Имеет ли такое заключение веские основания? Я приглашаю вас посетить четыре разных города, которые пережили серьезные изменения благодаря силе Святого Духа. Они станут ярким примером того, что может произойти, когда Бог приходит в город. Кали, Колумбия Этот город был известен как мировая столица наркобизнеса. В нем процветали насилие, коррупция, все мыслимые пороки. Рост насилия невозможно было остановить. Это оказывало давление на церковь. Это Амазонка. Амазонка колумбийская, бразильская и перуанская. Место, где расположены лаборатории, в которых производится кокаин. Марси и Рэнди Макмиллан – опытные служители церкви, которые живут в Кали более 20 лет. Как минимум 10 лет было прожито ими под знаком бесславного террора местных наркобаронов. Они видели последствия опустошающего и безжалостного правления картеля. Они видели это прямо за стеной своего дома. Когда в 80-х грязные деньги наркобизнеса наполнили Кали, наркобароны поселились рядом с Макмилланами, скупая целые кварталы и роскошные гасиенды. Рэнди, вон там справа просто невероятно. Стены метров 6-7. Кто там жил? Семья Хорхуэла Родриес, бывшие хозяева картеля Кали. Во времена их фактического контроля над страной и кокаином, и экспортом, оборот составлял, по слухам, около 500 миллионов долларов в месяц. И каждый месяц без особого напряжения. Тогда, я думаю, охрана и стены для них были всем. Это был страх, паранойя. Многие годы Колумбия была крупнейшим экспортером кокаина в США и страны Европы. Отдел по борьбе с наркотиками США назвал картель Кали крупнейшей, богатейшей и наиболее организованной преступной организацией в истории. Имея в своем распоряжении миллиарды долларов, картель обладал властью практически неограниченной, особенно здесь, в Кали. Они контролировали социально-экономическое положение страны, ее политику и даже религиозные организации. Это было ужасно. В те времена Кали был одним из самых оживленных путей оборота наркотиков. Люди гибли не за грош. Если вы ехали в машине и попадали в разборки, остаться в живых можно было только чудом. Люди жили в постоянном страхе. Я лично видел, как в Кали были убиты пять человек. Многие журналисты поплатили жизнью за публикацию материалов о деятельности колумбийской мафии. Решения политически важные для страны принимались за грязные деньги наркобизнеса. Наркобизнес влиял на все. Абсолютно на все. Видите, это только одно из 1200 имений, которыми они владели в Кали. Деятельством великих перемен в Кали может быть хотя бы то, что теперь можно спокойно ходить по улицам, где прежде господствовал страх. С чего же все началось? Как и в других случаях преображения общества, все началось с посвященных сердец мужчин и женщин, имевших уши слышать, что говорит Бог. Бог велел нам ехать в Кали. Руфь Руйбал со своим мужем Хулио приехали в Кали в 1978 году. Они были встревожены обстановкой в городе. Однако Хулио был убежден, что Божий народ, объединившись в молитве, сумеет повергнуть врага. Препятствие было только одно, никто не хотел этим заниматься. Среди церквей не было настоящего единства. Вы решаете что-то предпринять, а вам говорят, пусть себя Бог благословит, брат, в твоей церкви. Но это моя церковь, и тут я решаю. Союз пасторов существовал только на бумаге. Каждый пастор работал в одиночку. Никто не хотел объединяться. После этого Хулио вышел из союза пасторов. Но затем он понял, что сам способствовал этой конфронтации. Он услышал, как Бог обратился к нему. Ты не имеешь права обижаться. Ты должен прощать. Хулио понял, что если он хочет быть похожим на Иисуса, он не должен обижаться. Хулио вернулся к пасторам и попросил у них прощения. Они больше не могли идти по пути раздора, не могли перед лицом угрозы, нависшей над их городом. Мы задумались, а можем ли мы вообще на что-то надеяться. С картелем Кали боролись разные международные организации и колумбийские власти, но они так ничего и не добились. Тогда мы стали молиться и просили Господа, чтобы Он показал нам, как начать эту духовную битву. И Бог показал нам духовное состояние нашего города. Чтобы получить полное представление о своем городе, местные церкви начали изучать духовное состояние окрестностей. Первым делом Рэнди дал нам план города с административным делением на районы, микрорайоны и кварталы. Члены церкви объединились в группы по месту проживания. Люди, живущие в разных районах, рассказывали нам о проблемах, постоянно досаждающих жителям. Одним из тревожных открытий стало то, что город глубоко погряз в оккультизме. Даже крупнейшие наркобароны были постоянными клиентами медиумов и гадалок. Оккультизм был у них в крови. Многие духовные лица также имели к этому отношение. И это давало наркобаронам дополнительную власть сверх той, которую они уже имели благодаря деньгам. Когда церковь начала молиться против конкретных твердынь, давлевших над городом, пасторы Кали поняли, что люди должны собраться вместе и объединиться в молитве и поклонении. Именно этого желает Бог. Вначале раздавалось, ничего не выйдет, люди могут не прийти. И многие даже противились, но нашлись те, кто отважился взяться за дело, усмотрев в этом Божью волю. В 95-м состоялась первая всеночная молитва. Они молились против духовных сил и влияний, молились за единство, веря, что Бог явит свою силу в церквях. Мэр города вышел к кафедре и молился за Кали. Кали принадлежит Иисусу Христу. Услышав такие слова от представителя городских властей, христиане убедились в том, что Господь благословил их. Спустя два дня на первых страницах газет появились заголовки «Нет убийства». Впервые за последние десятилетия выходные в Кали прошли без единого убийства. Это был действительно поразительный факт, учитывая то, что раньше в городе происходило до 15 убийств в день. После таких молитвенных бдений, совместных молитв, мы увидели результаты. А 10 дней спустя первый из наркобаронов пал. Бог начал преображать город. Вдохновленные духовным прорывом, начатым той самой всеночной молитвой, церковные лидеры решили арендовать самое крупное строение города – футбольный стадион «Паскаль Геррера» вместимостью 55 тысяч мест. Их вера была вознаграждена, когда на очередное собрание для молитвы и поклонения пришли более 60 тысяч верующих разных динаминаций. Летом 1995 года правительство Колумбии объявило войну наркомафии. 6500 бойцов десантно-диверсионных войск были направлены в Кали, чтобы устроить облаву на лидеров картеля. В городе было 7 наркобаронов. 6 из них пали на протяжении 9 месяцев наших совместных молитв. Вся духовная атмосфера города Кали изменилась. Пока Хулио Руйбал трудился на Неве Божьей, опасность пришла в его собственный двор. Его сосед из-за спора о праве на собственность угрожал убить Хулио. Хулио сказал, «Я буду молиться и поститься, пока не узнаю, что происходит». Он постился, и на третий день Бог сказал ему, «Он нанесет тебе тяжелый удар, но это станет началом пробуждения в Кали. Я хочу сказать вам, то, чем мы занимаемся, опасно для жизни». Он встречался с ассоциацией пасторов. Я ждал его с другими пасторами в 2 часа дня. Он сказал, чтобы мы его высадили. Шофер все говорил, «Давай я подвезу тебя к самому дому и подожду с тобой». Папа сказал, «Останови здесь, я пойду пешком». Он вышел и направился к церкви. Его поджидали два человека. Тогда я видела его в последний раз. Мне позвонили и сказали, «Хулио только что убили». А я сказал, «Разве пастора могут убить?» Я пошел туда, полагая, что он только ранен. Но добравшись до места происшествия, я увидел, что он лежит на боку, как младенец. Хулио такой шумный, такой подвижный, такой непоседой, вдруг лежит, как младенец. Когда они позвонили мне, я сначала была в шоке, не верила, что это произошло. Но когда я приехала туда, его тело все еще лежало на улице. Под головой была целая лужа крови. Внезапно я вспомнила стихи с Писания, драгоценного очах Божьих смерть святых его. И когда я подошла, и села возле его тела, я поняла, что сижу на святой земле. Я сказала, «Господи, Ты сам знаешь, что происходит в наших сердцах. Но я говорю Тебе, что в моей душе мир. Ты этого хотел, и поэтому в моей душе мир». В состоянии шока, пытаясь понять Божьи цели, сотни христиан собрались на похоронах Хулио. Среди них были многие пасторы, ранее не желавшие даже говорить друг с другом. Все пасторы вышли вперед, обнялись, и мы заключили завет единства, провозгласив, что мы не позволим ничему стать преградой между нами. На сегодняшний день этот завет объединил около двухсот пасторов. Он стал прочной опорой для проведения всеночных молитв. Город совершенно преобразился. Значительно снизился рост коррупции. Кокаиновая империя пошатнулась. Сюда для всеночной молитвы приходят до 60 тысяч человек. Приходят, чтобы молить Бога о продолжении чудесных преобразований, которые начались три года назад. В то время, как тысячи ревностных поклонников молятся внутри стадиона, охране приходится отказывать еще 15 тысячам пришедших на молитву. Без колебаний опоздавшие организуют многочасовой обход вокруг стадиона, воспевая песни хвалы. То, что вы видите сегодня на стадионе, настоящее чудо. Вы знаете, несколько лет назад мы не могли и мечтать о том, что евангельские христиане будут здесь собираться. Но Бог поднимает Свою церковь, и во имя Иисуса мы будем служить Его цели. Вот что происходит сегодня в Колумбии. Пасторам и верующим в Соединенных Штатах, Европе, да и по всему миру, стоит увидеть, что Бог делает здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Когда Царство Божие снизошло на Кали, многие известные граждане обратились к Иисусу Христу. Рафаэль Арохо Гамес, один из ведущих спортивных комментаторов. Многие годы он вел трансляции матчей с этого стадиона. Я пришел сюда, потому что полгода назад уверовал в Христа как своего спасителя. С тех пор я поклоняюсь Ему и славлю Его. Можно ли сравнить восторг царящий на футбольном матче с восторгом молящихся? Какие сравнения? На футболе люди просто орут и свистят. А здесь ты всем сердцем переживаешь радость. Что вы чувствовали в эти полгода? Все изменилось. Я изменился. Я много радуюсь. У меня совершенно новая жизнь. Марио Хинете, известный адвокат и оратор, чьи радиопрограммы слушает вся Латинская Америка. После попыток найти мир в самосовершенствовании и течениях Нью Эйдж, он, наконец, пришел ко Христу. В моем сердце поселился мир. Я верю, что вырасту духовно, найду в Библии ответ на все свои вопросы. И пусть я чувствую, что 41 год жизни потрачен впустую, у Бога есть тот высший смысл, который Он вложил в мою нынешнюю жизнь. Новой страстью Марио стало изучение Слова Божьего и проповедь через средства массовой информации. Я уже понимаю, что Бог говорит, «Надо не так, как Ты хочешь, а так, как Я хочу». Так, Господь, пусть будет по-твоему. Прими Меня. Я хочу служить Тебе. Неспасенные люди вдруг приходят к такой мысли, «Стоп, чего мы достигли? Куда мы идем? Есть ли какая-то надежда? Здесь коррупция, там взятки, везде тупик». Потом они восклицают, но должен же быть ответ, должен быть какой-то выход. Потом появляется церковь, которая говорит, «Вот ответ, выход есть», и люди находят Бога. Даже городские власти признают действенность Евангелия. Государственные чиновники сказали председателю Ассоциации пасторов, «Послушайте, нам в администрации нужны больше таких ребят, как вы. Нам нужны такие честные люди, как вы». Мэр сказал, «Я не могу требовать от вас плату за аренду стадиона. Это вы приносите благословение городу». Теперь они смотрят на церковь, как на позитивный фактор. Когда поместные церкви предложили духовную альтернативу традиционному десятидневному карнавалу, который обычно сопровождался пьяным дебоширством, городские власти дали свое согласие. Более того, они бесплатно предоставили велотрек вместимостью 22 тысячи человек, оплатили рекламу, аренду звуковой аппаратуры и охрану. Новое, искреннее отношение к Евангелию теперь влияет на все уровни общественной жизни. Сейчас никто не примет за чудачество ежедневное общение с Богом. Люди из высших слоев понимают, что Иисус нужен им. Они больше не считают это смешным. А ведь раньше они позволяли себе шутить над верой в Бога. Такие разговоры считались дурным тоном. Сегодня ты можешь говорить о Боге, и это будут уважать и с интересом слушать. Город переживает активный рост церквей, независимо от их динаминационной принадлежности. Спросите пасторов о их стратегии, и вам ответят, у нас нет времени что-либо планировать, мы слишком заняты своим приходом. Количество людей, идущих в церкви, растет. Одну из них посещают уже больше 35 тысяч человек. Все поместиться не могут, так что по воскресеньям у нас 7 служений. Одно в 7 утра, другое в 9, потом в 11, в час, в 3, в 5 и в 7 вечера. Такое пробуждение подобно взрыву, особенно в этой церкви. А в других церквях города происходит то же самое? В других тоже. Практически каждый приход в Кали растет. Люди везде чувствуют голод по Богу. Это можно увидеть в автобусе, на улице, поговорите с любым. Лидеры церкви считают, что этот духовный голод — прямое следствие их единства и усиленной молитвы. И этот процесс сопровождается покаянием и примирением, сметающим все преграды для проповеди Евангелия. Я верю, что сегодня церковь как никогда едина. Людей не просто объединяют общие проблемы, это сам Бог производит в городе свое действие. Замечательный факт, что Бог избрал Кали, город, которым правили грязные деньги, наркомафия, коррупция. Это был, возможно, самый неприглядный город в мире. Однако Бог избрал именно его. Я верю, Господь совершил это, чтобы показать всему миру, городским властям всего мира, что Он может преобразить любое общество, если общество принесет Ему свое покаяние. То пробуждение, о котором пророчествовал Хулио Руйбал, началось. Его семья почитает за честь то, что им довелось принять участие в деле межцерковного единения и как результат судьбах множества людей, с радостью, приходящих ко Христу. Мы понимаем, что Бог доверил нам величайшее дело, за которое можно отдать жизнь, стать мучеником ради Иисуса. Мы понимаем, что Он возложил на нас эту большую ответственность для того, чтобы Его имя прославилось. Мы знали, что Бог делает нечто грандиозное. Папина смерть вдохновила нас продолжить Его дело, отдать, если придется, свою жизнь за Господа, жить для Него. А это иногда труднее, чем умереть. Такое ощущение, что видение Вашего Отца продолжает открываться через Вас? Да, оно живет в нас. Хулио любил повторять, я бессмертен, пока не совершу все, что Бог мне доверил. И если бы Вы могли спросить его сейчас, Хулио, стоило ли? Он бы сказал да, потому что его сердце было полностью посвящено этому делу. Если Вы думаете о чем-либо, что это невозможно с точки зрения человека, абсолютно невозможно, то Я свидетельствую Вам пред Богом, что для Бога нет ничего невозможного. Для Него нет ничего несуществимого. Я верю, Бог творит нечто новое, не только в Кали, не только в Колумбии, но и во всем мире. И если церкви предстоит в ближайшие годы идти в этом направлении, я хотел бы быть частью этого плана. Кьямбу, Кения Кьямбу был маленьким городком с темным прошлым. Можно сказать, что это самый печально известный город в истории нашей страны. Он превзошел все остальные районы по количеству убийств, случаев насилия, необузданной жестокости. Город не рос, не росли церкви. Из-за такой репутации никто не хотел сюда ехать. В конце 80-х эта окраина Найроби стала одним из самых небезопасных мест в Кении. Количество баров и притонов превысило количество церквей и магазинов. Заправленный рекой алкоголя уровень преступности в Кьямбу вскоре стал самым высоким в стране. После наступления темноты никто, особенно женщины, не осмеливался выйти на улицу. Государственные служащие постоянно давали взятки, чтобы избежать назначения в Кьямбу. Несмотря на многолетние усилия, ни одна церковь в этом 65-тысячном городе не выросла больше, чем на пару десятков человек. Один местный пастор растерянно говорил, мы проповедуем здесь Евангелие, но никто не спасается. В 1988 году мы с женой увидели Божью волю в том, чтобы приехать в Кьямбу и основать здесь церковь. Когда путешествующие проповедники Томас и Маргарет Мьюти приехали в Кьямбу, они не были особенно напуганы происходящим. Они знали, что основать церковь в этом городе будет далеко непросто. К тому же их коллеги по служению в Найроби считали, что идея работы в Кьямбу обречена. Они в этом не сомневались. Но семья Мьюти понимала, что для полного успеха им было необходимо распознать источник духовного давления в Кьямбу и дать ему бой. Мы прочли в Библии послание к Эфесянам 6.12, что наша брань не против плоти и крови, но против сил и начальств духовных. Так что проблема заключалась не в людях, а в том вреде, который наносил людям дьявол. Почему он держит их в таком состоянии? Мьюти посвятили полгода усиленной молитве и тщательным исследованиям. Мы вопрошали Бога, в чем корень затаившегося здесь зла. Мы молились и постились, и Господь открыл нам, что городом правит дух колдовства. Они обнаружили, что многие проблемы в Кьямбу были связаны с одной влиятельной женщиной по имени Мама Джейн. И хотя она называла себя христианкой и даже назвала свой гадальный салон клиникой Эммануил, то, чем она занималась, было чистой воды колдовством. Клиентами Мамы Джейн были представители деловой и политической элиты города. Осознав, что Кьямбу находится в плену мощных сил зла, семья Мьюти начала в молитве взывать к Богу. Через полгода мы получили подтверждение того, что духовные силы, которые владели городом, разрушены. Используя момент, Томас впервые проповедовал на улице. Через неделю более двухсот человек пришли ко Христу. Вскоре покаяние и обращение в веру стали обычным явлением. Когда муниципальный зал перестал вмещать всех людей, Томас перевел свое собрание в подвал близлежащего магазина. За непрерывные ходатайственные молитвы, на которых люди сменяли друг друга каждый час, подвал назвали молитвенной пещерой. Стревоженная вышеупомянутыми событиями, мама Джейн начала сопротивляться. На собрание молитвы и поклонения опустилась мрачная туча духовного давления. Так продолжалось до тех пор, пока старейшины церкви не поняли, чьих это рук дело. Осознав, что они столкнулись с демоническим влиянием, верующие смогли овладеть ситуацией. Однажды утром мы просто стали молиться о том, чтобы эта женщина либо спаслась, либо покинула город. В течение нескольких дней мама Джейн лишилась своей власти, а через несколько недель она собрала вещи и уехала из города. Как только была разрушена колдовская сила, сброшен духовный гнет, присутствие Божье буквально разлилось по нашему городу. Изменились настроения в городе. Если прежде, вечером люди боялись выходить на улицу, то теперь самый низкий уровень преступности зарегистрирован именно в Кьямбу. Местные бары закрыты и реорганизованы в церкви. Город расцвел. Мы видим явные изменения, ведь с присутствием Божьим всегда приходит много перемен. Сегодня мы видим здесь благоустройство, процветание. Кьямбу теперь считается престижным городом. Многие приезжают, чтобы купить здесь дома. Население города выросло на 30%. Количество прихожан также выросло во множество раз. Молитвенную пещеру к Ямбу, или как она теперь называется, слово веры, посещают более пяти тысяч человек. Неплохо для города, где раньше церкви состояли из 30-40 прихожан. Мы стали свидетелями великих дел Божьих. Мы стали свидетелями того, как меняются жизни людей. Преступники, проститутки, бандиты, ко Христу приходят люди разных судеб. Как верно заметил Томас, рецепт полноценного успеха включает в себя молитву. Молитва это общение с Богом. Это просто. Просто разговор с Богом, у которого есть сила изменить ситуацию. И сейчас мы много молимся перед Богом, чтобы не потерять то, что Господь даровал, чтобы получать Его благословение. Еще и еще. Ежедневно более 400 прихожан собираются для молитвы. Она начинается в 6 утра. Люди называют это время временем утренней славы. Ходатайство продолжается на ночных молитвах по пятницам и на вечерних собраниях по средам, так называемых операциях молитвенной штурм. Молитва производит силу. Сверхъестественную силу. Силу, способную преображать. Мы видели, как она преобразила город. Если Бог смог совершить это в Кьямбу, Он может сделать то же самое в любом городе мира. Химед, Калифорния. Этот город был в катастрофическом состоянии. У нас в городе были и сатанисты, и поклонники оккультизма, и мунисты, и махариши-махиш-йоги, и приверженцы трансцендентальной медитации и церковь саиндологии. Наш город считался столицей производства метамфетаминов всего западного побережья. Даже среди церквей, среди пасторов церквей, царил дух соперничества. Многие годы это захолустье неподалеку от гор Сан-Ясинта считалось затхлым болотцем для пастырской деятельности. Сюда приезжали любители жить на широкую ногу. Они предпочитали, чтобы им никто не мешал. Но через это внешнее благополучие явно проглядывала его темная сторона. Проблемы общества имели порочные духовные основания. В долине процветала деятельность оккультных групп и различных культов. Культы были не единственной проблемой. На протяжении десятилетий пригород Хемет контролировали молодежные группировки. Пастор Гордон Хьюстон является служителем церкви Ассамблеи Божьей в Сан-Ясинта, что расположено на той самой улице, которая стала родным домом печально известной банды Первой улицы. У нас есть дети, отцы и деды, которых выросли в банде Первой улицы. Так что, как мы видим, склонность к насилию передается из поколения в поколение. Район Первой улицы был настолько небезопасен, что полиция отказывалась ехать туда без дополнительной поддержки. Посреди ночи раздался телефонный звонок, было два или три часа. Гордон был первым, кому довелось встретиться с варварской жаждой разрушения этой группировки, когда однажды ночью бандиты вломились в его церковь. На полу внутри церкви была большая лужа крови. Просто огромная лужа. Там же полиция установила, кем было разбито окно. Это был один из членов семьи, живущей в доме напротив. Он же был главой криминальной структуры в Сан-Ясито. Долина Химед была крупным центром производства метамфетаминов. В этом районе работали как минимум девять лабораторий, чему способствовали сухой климат, уединенное местоположение и лояльность закона. Полицмены перевозили для меня наркотики в своих полицейских машинах. Сонни часто готовил в месяц столько метамфетамина, что его хватало на более чем миллион человек. Большая часть этого смертельного порошка вывозилась из города в грузовиках под видом гравия. Духовные преобразования начинались в Химете нелегко. Ни семья Беккетов, ни семья Хьюстонов не были ревностными подвижниками. На самом деле я никогда не хотел жить здесь. Мы проживали в Захолустье, в 30 километрах от ближайшего шоссе. У моей жены Сюзан и у меня постоянно было чемоданное настроение. Мы все время ждали, когда же Бог позовет нас уехать из этой долины. Когда Хьюстоны приехали в город, они даже не разбирали вещи. С нами в нашей малолитражке без кондиционера с виниловыми сидениями был наш полугодовалый малыш. Мы проехались по улице, посмотрели на церковь и сказали «Ну нет, спасибо». Бог обратился к нам однажды и я услыхал «Можешь ли ты провести в этой долине всю жизнь? Ради меня? Худшей перспективы для меня просто не существовало. Мог ли я провести всю оставшуюся жизнь в долине, которую я не люблю, до которой мне нет дела и с которой у меня вообще нет ничего общего? Но Бог сказал «У меня есть план, который воплотится, если вы посвятите себя этой земле». Беккеты подавили в себе желание немедленно уехать из Хемета и купили кладбищенский участок на окраине города. Я сказал «Эта земля будет моей, пока не придет Господь. Я готов начать, и это мое посвящение». Исполненный обновленной ревностью о своем городе, Беккет собрал в домике на горе несколько человек для поста и ночной молитвы. Эта ночь стала для них сильным переживанием. Мы поняли, что затронули нечто в духовном мире, и это нечто имеет значение для всей долины. То был момент, с которого наша духовная сила начала возрастать. Наблюдатели снабжали ходатайев информацией о проблемах, изъязвляющих общество. Люди, молившиеся в нашей церкви, начали использовать так называемую духовную карту города, чтобы точнее знать, о чем следует молиться. Если вы не знаете, где проблема, ее трудно оценить. Духовное планирование дает нам точную информацию и знания. Если у меня есть данные о вещах, ставших духовными твердынями в городе, значит, Бог может указать, за что нужно молиться ходатая. Они собирались и в бой. Вскоре молитва начала приносить впечатляющие плоды. Количество людей, вовлеченных в культы, уменьшилось до 0,3% от всего населения. Церковь саентологии существует до сих пор, но многие другие секты давно исчезли. Учебный центр трансцендентальной медитации в буквальном смысле слова сгорел. Вскоре после того, как верующие молились и просили Бога освободить город от этого влияния, на склонах гор начался лесной пожар. Он спустился в западную часть долины и сжег здание центра. Другие сооружения при этом не пострадали. Криминальные группировки вторая часть нашей истории. Когда я начал работать в полиции, нам приходилось патрулировать главную улицу, где было больше всего баров. Мы ездили от одной драки к другой, задерживали бесчинствующих, и так было всю ночь. А сейчас совсем не так. Такого больше не происходит. Не так давно, во время утреннего служения, главарь банды первой улицы ворвался в церковь Гордона Хьюстона. Я стоял и проповедовал. Тут заходит один из членов банды, весь в татуировках, и решительно направляется прямо в сторону кафедры. Я не понимал, что происходит, и продолжал проповедовать. Он подошел очень близко, взглянул на меня и сказал, «Я хочу спасти свою душу прямо сейчас». Вскоре все члены банды первой улицы обратились к Богу. И первым внешним проявлением их нового образа жизни стало то, что они стерли все рисунки граффити со стен церкви. Мы молились и просили Бога, чтобы семьи этих ребят пришли ко Христу, чтобы дети освободились от наркотиков и Господь спас их. И знаете, Он сделал это. Целые семьи, все дети, все до одного пришли, чтобы познать Господа. Они вышли из банды и бросили наркотики. Они и вправду изменились. Это прекрасно. По словам Сони, торговля наркотиками в химете снизилось на 75%. Он считает это ответом Бога на молитвы христиан. Они заставили всю эту многомиллионную корпорацию бежать, как зайцев. Господь остановил Сони, когда тот собирался совершить убийство. По дороге на встречу с будущей жертвой он вдруг почувствовал, что автомобиль потерял управление. Он въехал на парковочную стоянку церкви обители Боба Беккета. Я вышел из машины, а на заднем сидении остался пистолет с глушителем, прикрытый пледом. И я подумал, Боже мой, что я делаю? Кончилось все тем, что я вошел в церковь, и все изменилось бесповоротно, сразу и навсегда. Так началось возвращение Сони домой. Возвращение, которое, как он говорит, началось благодаря молитве. Если Бог смог так изменить меня, Он может сделать то же самое с любым человеком. Когда я был на грани, в городе молилось множество людей. Наркодельцы и бандиты были не единственными, кто покаялся в долине Химет. Посещаемость церкви стоит на отметке 14%, вдвое больше, чем 10 лет назад. У нас теперь верующий мэр, верующий начальник полиции, начальник пожарной части, глава администрации, все руководящие чины. Совсем еще недавно все говорили, я не знаю, как вы делаете эту работу, ведь вокруг такое противление. Я чувствую, что на это меня призвал Бог. Он не отстранил меня и не закрыл передо мной дверь. Наоборот, Он открывает двери для церквей и верующих, чтобы они встречались чаще. Теперь в нашем руководстве есть христиане, и их надо поддерживать. А как поддерживать? Только молитвами. Беккетт подсчитал, что около трети местных юристов, а также учителя, спортивные инструкторы и директора большинства школ теперь верующие. Более того, за последние несколько лет около 85% всех, кто устраивается на работу в школы, христиане. Бог перевернул всю школьную систему, и если раньше наши школы были посмешищем для всей округи, и никто не хотел отдавать своих детей в учебные заведения Сан-Ясита, то сейчас у наших учеников самый высокий уровень знаний и самый низкий коэффициент прогулов среди всех школ западного побережья Соединенных Штатов. Школа тесно сотрудничает со всеми сферами общества. Это духовное единство. Мы восстали против всех проявлений тьмы и поставили точку. Заявили, что намерены возрождать город. Это наша всеобщая цель. между церквями долины нет больше раздора, они объединяются. Теперь все церкви становятся строением из живых камней. Церкви не соперничают. Мы делимся друг с другом проповедническими кафедрами. Баптисты проповедуют у пятидесятников и наоборот. Также поступают и в лютеранской и епископальной церквях. Это меняет жизнь церквей. Отдельные зерна стали частью одного хлеба. Не так давно несколько десятков церквей района Химед совместно спонсировали проект «Эшелон надежды», куда жертвовали пищу, одежды, медикаменты тысячи горожан. Они принимали Божью любовь. Несомненно, это событие стало одним из самых впечатляющих в нашей долине за последние годы. И в этом суть церкви. Церковь это не собрание сидящих в четырех стенах. Это те, кто приходит к людям и живет их жизнью. Покоренные таким проявлением любви Божьей, более трехсот человек отдали свои сердца Христу. Это было невероятно. Меня поразило количество людей, вышедших на призыв к покаянию. Такое невозможно для одной церкви. Потребовались наши общие усилия. Перед Богом я буду давать ответ не только за то, как я заботился о церкви, но за то, как я заботился о городе. А теперь духовный облик нашего города полностью преобразился. Мы осознали, что нужно назидать людей, а не только строить здание церкви. Главное, чтобы распространялось Царство Божье. Химитт Город далекий от совершенства и, вероятно, никогда не будет таковым. Но он определенно находится в процессе преобразования. Он преображается, и это уже не тот город, который мы видели прежде. Альмалонга, Гватемала. Альмалонга была чрезвычайно бедным селением. Это селение погрязло в пьянстве и ужасной нищете. Насилие, неграмотность, колдовство, оккультизм, идолопоклонство. Через пару километров мы въедем в городок Альмалонга. Однажды 20 тысяч человек из числа населявших этот город приняли решение положить конец почитанию духа, которому поклонялись их предки. В результате Альмалонга стал одним из самых чистых и преуспевающих городов во всей Гватемале. Это город церквей. Многие приводят Альмалонга как классический пример общественного преображения. Так оно и есть. Восемь из десяти жителей считают себя возрожденными христианами. Но так было не всегда. Всего 20 лет назад Альмалонга была мрачным и небезопасным местом. Город страдал от нищеты, насилия и безграмотности. Главным бичом общества был алкоголизм. Если бы 20 лет назад вы попали в Альмалонга где-то около 7 часов утра и прошлись по улице, то увидели бы множество лежащих прямо на земле мертвецки пьяных мужчин. Из-за большого количества беспорядков у нас было много тюрем. Начальник полиции Доната Сантьяго вспоминает, что драки были постоянным явлением. Власти построили 4 тюрьмы, но и они не решили проблему. Заключенных, которым не хватало места, переводили в соседний город. Насилие в семьях было самым распространенным преступлением. Я говорил с одной женщиной, она рассказывала, что муж мог избить ее и выгнать из дома только за то, что ему не понравился обед. У пастора Марьяна Рискахе, одного из лидеров духовной революции Вальмалонга, воспоминания о детстве те же. Я вырос в нищете. Мой отец мог уйти в запой на 40-50 дней. Мы никогда не ели досыта, только маленькая майсовая лепешка да чашка кофе. Ничтожный заработок родители тратили на спиртное. Многие жители нашего города обращались за помощью к языческим божествам, таким как Паскуаль Байлон, господин смерти, и Машимон, могущественный покровитель. Машимон был главным идолом Вальмалонга. Когда 500 лет назад испанцы пришли в Гватемалу, они обнаружили, что туземцы готовы поступить со многими вещами. Они многое могли принять, но единственным, отчего они не могли отречься ни за что на свете, был Машимон. Он был слишком значителен для туземцев. Такой синкретизм породил сильные твердыни. Хотя изображали Машимона в виде деревянной фигуры, дух, стоявший за ней, держал в повиновении весь Альмалонга. Это просто деревянная маска, но ее духовной сутью является мощная жуткая сила, связывающая волю людей. В те времена Евангелие мало кого коснулось. Приезжих евангелистов изгоняли палками и камнями. Маленькие домашние церкви тоже подвергались преследованию. Так что евангельские христиане оставались там презираемым меньшинством. Однажды шесть человек напали на Марьяна и приставили ствол пистолета к его горлу. Когда один из них собирался нажать на спусковой крючок, Марьяна тихо попросил защиты у Господа. Курок был спущен, но выстрел не последовало. Спасшись от смерти, пастор Рискахе призвал свой приход к молитве. Пришло время сокрушить дух насилия, предрассудков и нищеты. Когда молящиеся обратили свои молитвы к небу, их наполнила сверхъестественная вера. Мы говорили Господу, что верим в Его Слово, верим в то, что мы голова, а не хвост. Мы постились по 3-4 дня в неделю, каждую субботу собирались на всеночную молитву, и Господь услышал нас. Люди начали освобождаться от своих зависимостей, искать спасение своей души, приходить в церковь. Это было настоящее пробуждение. После множества удивительных перемен, которые имели место в обществе, церкви начали расти. Необычные вероятные 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 Необычайное исцеление получила женщина по имени Тереса. Небрежная операция повлекла за собой гангрену. Ее тело буквально разлагалось. Я чувствовала сильнейшую боль, такую, что не могла ходить. Мое тело было парализовано. Она была очень больна. Ее состояние ухудшалось каждым днем. И поскольку никакой надежды уже не было, мы начали готовиться к ее похоронам. Дом был наполнен членами семьи, на улице собрались соседи. Все знали, что она умирает. Запах смерти был повсюду. Меня пригласили организовать похороны. По дороге я почувствовал необходимость молиться за Тересу. Так что я просто подошел к ее кровати и сказал, во имя Иисуса, встань. И она сразу же поднялась, без каких-либо признаков болезни. Я почувствовала тепло, а потом увидела над собой яркий свет. Я благодарю Господа за свое исцеление. Когда моя мать, мои братья и сестры увидели это чудо, они искренне уверовали в Бога. Благодаря таким необычайным свидетельствам сотни людей начали обращаться ко Христу. Когда люди увидели, что Слово Божье действительно изменяет чьи-то жизни, они обратили на это внимание. Люди начали интересоваться Евангелием, потому что они видели преображение в конкретных случаях. Сейчас в Альмалонго, с населением 19 тысяч человек, более 20 евангельских церквей. В церкви Эль-Кальвара, пастора Марьяна Рискахи, 1200 мест, и они всегда заполнены. Но благословения Божьи не ограничиваются ростом церкви. Пройдите по торговым районам Альмалонго, и вы увидите результаты пробуждения в перерождении общества. Улицы и здания носят библейские названия. Если приезжие находят такое проявление вероисповедания необычным, для Марьяна это целиком нормальное явление. Как же вы можете говорить, что любите Бога, и в то же время бояться выражать это? Разве Павел не сказал «я не стыжусь благовестия Христова»? Если прежде Альмалонго был усеян питейными заведениями, то теперь из 36 их осталось всего 3. А с прекращением повального пьянства прекратилось и насилие. За 20 лет уровень преступности в Альмалонго радикально снизился. В 1994 году там закрылась последняя из 4 тюрем. Ее переоборудовали и назвали «залом почета». Для начальника полиции Сантьяго наступили хорошие времена. Теперь в вашем городе совсем нет тюрем? Ни одной. Потому что они вам не нужны? Просто нет больше людей, которые ищут себе неприятности. Восстановлено даже сельское хозяйство. Многие годы урожаи в Альмалонго страдали от засух и отсутствия навыков работы. Но когда люди обратились к Богу, они увидели замечательное возрождение своей земли. Долина Альмалонго стала богатой. Она так плодородна, а земля так хороша, что родит наилучшие овощи. Здесь собирают по 3 урожая в год, а продукты продают в Гватемалу, Мексику, Сальвадор. До начала духовного возрождения земледельцы отправляли 4 контейнера овощей в месяц. Сейчас делают по 40 рейсов в неделю. Сельскохозяйственная продукция Альмалонго под маркой Америка's Vegetable Garden выращивается поистине в библейских пропорциях. Вам нужно увидеть, чтобы поверить в это. Свекла по полтора килограмма. Вот такая морковь. Просто невероятно. Она больше моей руки. Это овощ из Альмалонги. Заинтригованные размерами овощей и тысячекратным увеличением урожайности сельхозпродуктов в Альмалонго приехали исследователи из США и других стран для того, чтобы перенять опыт. Однако они получили ответ, которого совершенно не ожидали. Мудрость, данная Богом местным крестьянам, произвела больше урожая, нежели любые научные методы. Эти крестьяне не устают воздавать благодарение Господу за такой обильный урожай. Раньше для того, чтобы вырастить редис, приходилось ждать два месяца. Когда Бог пришел на нашу землю, этот срок сократился до сорока дней. А теперь и того меньше дней двадцать пять. Можно увидеть связь между верой человека и качеством почвы. Когда люди приходят к вере в Иисуса Христа, их поля возрастают скорее. Когда люди освобождаются от всякого рода зависимостей, они начинают работать. Когда они работают, они получают прибыль, они стали лучше обрабатывать землю, и земля начала лучше родить. За свои деньги крестьяне покупают грузовые Мерседесы и потом украшают их христианскими лозунгами. Не чудесно ли это? Вот что бывает, когда Евангелие преображает общество. Идолопоклонство и предрассудки канули в лету. Остались люди, преданные искренней молитве и честному труду. Извечная скудость уступила место изобилию. Сейчас у нас есть двадцать очень активных протестантских церквей. Люди, горящие жаждой по Богу, прославляющие Его за освобождение и преображение нашей земли. И хотя верующие в Альмалонго достигли успеха, они не останавливаются на малом. Многие постятся по три раза в неделю и стоят в молитве против сил зла. И теперь, когда в окружающих городах празднуют День Мертвых, жители Альмалонго всем миром почитают живого Бога. Уверовавший мэр Альмалонго предоставил 15-тысячному собранию рыночную площадь. Люди собрались, чтобы молиться за дальнейшее распространение благой вести в их долине и во всем мире. Цена, которую мы платим, это посвящение и соблюдение сердцев святости. А молитвы и посты приносят победу над злыми духами. Мы не получали богословского образования. Мы просто полностью доверились Господу. Я думаю, в большинстве случаев, когда мы говорим о преображении общества, то сталкиваемся с неверием. Есть ли у Бога и у Его Слова достаточно силы, чтобы по-настоящему преобразить общество? Да. Наилучший тому пример Альмалонго. Общество, предававшееся идолопоклонству, колдовству, пьянству, теперь полностью преобразилось. Если Бог смог совершить это здесь, Он сможет это сделать и у вас. Бог поднял нас, и нам надо воспользоваться этой возможностью. Мы – поколение, которое Бог будет использовать в преображении не только нашего общества, но и целого мира. Это событие стало ярким примером действия, производимого Евангелием. Мы видим этот пример и хотим возрождения для своего общества, для своего города, для своего народа. На протяжении часа мы путешествовали дорогой преобразований общества в городах трех континентов. Мы своими глазами видели плоды дел Божьих в жизни отдельных лиц и целых социальных структур. Ни одна из рассказанных историй не является результатом вымысла или заблуждения. Все это – воплощение божественного промысла. Так должно происходить. Это путешествие поможет нам хранить надежду на то, что Святой Дух может посетить и наше общество. Мы можем просить Бога усилить нашу жажду по Нем. Можем молиться о стремлении к единству, святости, вере и смирению. Мы должны воспитать руководителей, которые стремились бы созидать духовно здоровое общество, которые, не смущаясь, положат в основу своей работы усердные моления церквей. Божьи деяния в Кали, Киамбу, Хемите и Альмалонго прекрасны. Так пусть же они станут началом преображения, которое изменит лик нашей планеты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok